Государственная жилищная инспекция За деятельностью управляющих компаний Тульской области Их в Тульской области насчитывается порядка 140 управляющих компаний Основной, конечно, сферой деятельности, которую должны обеспечить управляющие компании для жителей Это соблюдение договорных условий отношений между заключенным, между жителями и управляющей компанией И нормативное содержание жилищного фонда И, конечно же, что касается нормативного содержания жилищного фонда То здесь у нас есть проблемы Проблемы в большей степени касаются с точки зрения течи крыши С точки зрения изношенности коммуникации, которые, соответственно, ведут к постоянным поломкам и, соответственно, потерям в сетях Что мы делаем конкретно? Мы смотрим за тем, как управляющие компании соблюдают условия договора с заключенными жителями В части, в том числе, начисления платы за ставкой содержания ремонта жилья А также конкретно нормативного содержания жилфонда Что это конкретно? Это конкретно, что если течет крыша, то управляющая компания должна ее отремонтировать Если поддается ненормативная подача воды или тепла, то управляющая компания должна обеспечить нормативную подачу воды и тепла Если не производится ремонт текущий в подъезде, то управляющая компания должна это сделать Если не убирается территория и не вывозится мусор, то управляющая компания также должна обеспечить вывоз своевременный мусор и в полном объеме Именно за тем, как управляющая компания осуществляет свою деятельность и следит государственная жилищная инспекция. Мне хотелось бы отметить, что именно приоритет для жилищной инспекции – это законные права граждан в отношениях управляющих компаний и непосредственно их соблюдение этих прав управляющими компаниями с точки зрения заключения договорных отношений. Из каких районов чаще всего приходит обращение жителей? Вы знаете, это в принципе пятерка районов. Это Тула, Щекино, Олексинский, Новомосковский район и Узловая района. Это в принципе те районы, где больше всего у нас находится квартирных домов, соответственно, где больше всего у нас управляющих компаний и соответственно больше всего поступает обращение. Это закономерность. Но мне хотелось бы отметить, что в некоторых районах, где существует одна управляющая компания, жители порой и не знают, что существует такой орган, как Государственная жилищная инспекция. Как показывают на практике, например, после встречи с Владимиром Сергеевичем жителями Плавского района, жилищная инспекция затем выехала с разъяснительными мероприятиями с жителями. В общем-то, в принципе, собралось более ста старших советов на квартирных домах управляющая компания, и мы четко разъясняли, какие имеют права жители в отношении управляющих компаний. Разъясняли управляющей компанией, что она должна делать и что нельзя делать. Но при этом из обращений из Плавска по статистике за 2013-2012 год было достаточно мало. Но проблем, как оказалось, там оказалось значительно больше, чем из тех районов, в которых у нас поступают обращения. А на что еще жалуются граждане? Ну, конечно, если так обозначить основные проблемные вопросы, как я уже отметила, это техническое содержание многоквартирных домов, также ненормативная подача тепла или горячей воды, но мне хотелось бы сказать о том, что изменились обращения граждан, в частности, их структура. Наши граждане стали более активными, наши граждане более имеют зрелую правовую позицию. И сейчас уже много обращений, порядка, я бы отметила, 1-5 поступает в жилищную инспекцию, которая касается юридических вопросов сопровождения управления многоквартирными домами. В частности, как правильно заключить договор, какие нормы должны быть включены, как правильно провести собрание жильцов непосредственно, как уйти от одной управляющей компании в другую управляющую компанию. Есть такие жители, которые к нам приходят с целыми расчетами по поводу правильности установления норматива на свет, на воду. Также я бы отметила большое количество обращений в разрезе юридического сопровождения многоквартирными домами, как мы можем контролировать деятельность управляющей компании, имеем ли мы здесь какие-то полномочия, и жители в полном объеме получают ответы на данные вопросы. Так чем вы можете помочь, если граждане не находят взаимопонимание своей управляющей компанией? Я могу сказать, что это наша основная задача, именно помочь жителю разобраться с вами правами, которые они имеют как собственники жилых помещений, проявляющих многоквартирных домов, и, соответственно, заставить управляющую компанию работать. Что конкретно мы можем? Государство наделилось достаточно большими полномочиями, в частности, основной из форм взаимодействия с управляющими компанией у нас являются проверки, как плановые, так и внеплановые. В большей степени у нас проходят внеплановые проверки на основании как раз-таки обращения гражданина. Вот если житель недоволен деятельностью управляющей компании, то, конечно же, в принципе, изначально он должен обратиться непосредственно в управляющую компанию и попытаться решить вопрос с управляющей компанией, что его не устраивает. Но если не находится взаимопонимание и диалогу с управляющими компанией, а такой в сегодняшний момент есть, он должен обратиться к нам, в жилищную инспекцию. На основании его обращения мы, соответственно, организуем внеплановую проверку, уведомляем об этом управляющую компанию, жителя, приходим, смотрим, на что конкретно жаловался житель, находит ли подтверждение его обращения, и, соответственно, выставляем предписание управляющей компании, которое оно обязано исполнить. Если управляющая компания не исполняет предписание, то мы накладываем в штраф на управляющую компанию новое, соответственно, предписание. И поэтому управляющая компания на сегодняшний момент будет дороже не выполнять предписания жилищной инспекции, чем выполнить их вовремя. Я хотела бы отметить, что за 2012 год процент неисполнения предписания жилищной инспекции управляющей компании составляет всего порядка 1%. В основном предписание управляющей компаниями выполняется в полном объеме. По предписаниям и поручениям жилищной инспекции управляющими компаниями в 2013 году произведено работ с точки зрения содержания нормативного жилья порядка 60 миллионов рублей. Это что касается суммы, которая потрачена управляющими компаниями на исполнение предписаний. Но нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы управляющие компании напрямую, без вмешательства жилищной инспекции, выполняли в полном объеме свои обязательства перед жильцами. А какие максимально жесткие меры реагирования вы можете использовать? Ну, в большей степени, конечно, мы начинаем с убеждения. Затем у нас идет предписание. И в конечном счете штрафы. И еще государство нам дало полномочия предлагать судам принимать такие меры, как дисквалификация в отношении руководителей управляющих компаний за неисполнение предписаний. Что касается суммы штрафов, то по разным статьям они разные. Опять-таки, по основному вопросу в зоне нормативное и техническое содержание жилищного фонда, управляющая компания штрафуется от 40 до 50 тысяч рублей. За несоответствие стандарта раскрытия информации управляющая компания, как юридическое лицо, штрафуется от 250 до 300 тысяч рублей. Вы понимаете, достаточно серьезные суммы, и управляющая компания не заинтересована и своей прибыли тратить данные деньги на погашение штрафов. Также существуют отдельные штрафы именно и к должностным лицам, генеральным исполнительным директорам управляющих компаний, которые они непосредственно платят из собственного кармана. Когда вы проводите свое контрольное мероприятие, с какими госорганами вы взаимодействуете? Вы знаете, у нас в принципе по законодательству мы осуществляем прямую проверку без взаимодействия с какими-то органами, но у нас очень хорошо налажено взаимодействие с органами прокуратуры. Здесь мы имеем четкое понимание, приоритет опять-таки прав жителей, соблюдение их законных интересов в сфере жилищных отношений. Поэтому, как и со стороны прокуратуры, мы проводим проверки с точки зрения их участия в наших проверках и с точки зрения нашего участия, наших специалистов в проверках прокуратуры. Потому что жители у нас одни, и мы не разделяем обязанности этой прокуратуры в большей степени или обязанности государственной жилищной инспекции. Но вот, например, из последнего я могу сказать о том, что именно при взаимодействии с органами прокуратуры, государственной жилищной инспекции удалось избежать ситуации, когда одна из управляющих компаний города Тулы в одностороннем порядке хотела оставить без управления порядка 40 многоквартирных домов. Также я еще хотела бы отметить, что у нас большой блок нашей деятельности, посвященного взаимодействия именно с муниципалитетами. За последний квартал государственной жилищной инспекции подписаны все соглашения с органами местного самоуправления, со всеми районами с точки зрения взаимодействия при осуществлении государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. В настоящее время как органами местного самоуправления, так и государственной жилищной инспекции уделяется очень большое внимание проведению совместных предприятий, в частности надзора за деятельностью управляющих компаний, как со стороны муниципального жилищного контроля, так и со стороны государственного жилищного надзора. Что это такое? Дело в том, что на местах также органы местного самоуправления наделены полномочия контролировать деятельность управляющих компаний с точки зрения и проводить даже проверку осуществления технического содержания жилфонда, если там есть хотя бы одна муниципальная квартира. Мы заключили соглашение, в соответствии с которым по заявлению гражданина органа муниципального жилищного контроля в рамках своей компетенции имеют право выходить также и проверять техническое состояние жилфонда, соблюдение договорных управлений управляющих компаний. И по основании этой проверки направлять нам материалы, а мы соответственно налагать штрафы на управляющих компаний. Я думаю, это также будет являться большим подспорьем с точки зрения законности соблюдения прав наших жителей, в том плане, что государственная жилищная инспекция может быть не всегда оперативно на следующий день может выехать для решения проблемы в какой-то либо отдаленный уголок Тульской области. И именно органы муниципального жилищного контроля призваны как раз таки для того, чтобы оперативно решать задачи, которые поступают жителей, в том числе и жалобы на управляющие компании. Какие цели перед ведомством стоят на 2014 год? Вы знаете, дело в том, что в соответствии с федеральным законодательством государственной жилищной инспекции расширяются полномочиями. Вы видите, что именно наведению порядка в сфере ЖКХ уделяется большое внимание как на уровне правительства Российской Федерации, так и на уровне правительства Тульской области. Задачи из прежних наших целей остаются также. Это непосредственно надзор за деятельностью управляющих компаний, чтобы они обеспечивали в полном объеме предоставление коммунальных услуг населению, обеспечивали в полном объеме текущий ремонт многоквартирных домов. Но также у нас планируется большая деятельность с точки зрения подготовки жителей к участию в программе капитального ремонта многоквартирных домов. Здесь жилищная инспекция наделена полномочиями за контролем, за формированием фондов капитального ремонта. То есть жилищная инспекция должна обеспечить законность соблюдения процедуры выбора гражданами формирования фонда, как они хотят формировать фонд у регионального оператора или на специальном счете. Также расширены полномочия в части контроля за деятельностью регионального оператора и владельцев специальных счетов. А также новая полномочия появилась у жилищной инспекции со следующего года, это контроль за ростом платы за коммунальные услуги граждан, чтобы не превышал данный рост индексов изменения размеров платы, установленных на уровне субъекта Российской Федерации. Вот это наши основные задачи. Но основной целью на 2014 год, в принципе, которая, в общем-то, цель для себя ставит как жилищная инспекция, это удовлетворенность граждан качеством предоставления коммунальных услуг и работы управляющих компаний. Именно вся деятельность государственной жилищной инспекции в взаимодействии с органами муниципального жилищного контроля будет направлена на то, чтобы наши жители почувствовали о том, что у них есть защитник в лице государственной жилищной инспекции, органов местного самоуправления с точки зрения соблюдения их жилищных прав. И, соответственно, управляющие компании должным образом соблюдали свои обязанности перед жителями и не ждали, пока жилищная инспекция вмешается в данный процесс для того, чтобы соответствующие санкции понудить управляющие компании предоставлять соответствующего качества услуги. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Спасибо.